И так, только что закончился третий игровой день чемпионата мира. Блин, ты разгоряченный, я уже чуть-чуть остудившийся, да? Супер, супер полуфинала, знаешь? Да. Я вот, мы сегодня думали с Олегом, с чего начать это обсуждение. Эмоций мало. Эмоции остались на поле, эмоции остались комментаторские. Ну, давай все-таки соберемся. В принципе, давайте начну с того, что должен. Суперфинал состоится, как и должен был, как и предрекалось. В финале встретятся Англия и Испания. Это будет суперфантастический матч. И давайте откроем завесы тайны. У нас сейчас с Максимом был спор. Если... Вот сейчас... Вот громогласную «Ура», да, он у нас объявляет на спор. Давай, Ляд. У нас спор был такой. Если в финал выходят Испания и Англия, у нас с Максимом, как глава Испанской мультимедиа и глава Английской мультимедиа, будет такой небольшой шуточный финал по пробитию фенальти. Шансов нет. Некий прогноз. Это все запишется на видео, это мы все выложим. И потом все увидим. Ну, Олег, это вот такой... Да-да-да, превью. Превью, да. Давай все-таки поговорим о полуфиналах. Начнем с такого менее более спокойного. Да. Более такого прогнозируемого полуфинала. Это Германия-Испания. Ты смотрел игру? Ну да, но, честно говоря, Испания оказалась очень классом. Нет, конечно. Вот, Германия боролась, боролась сколько могла. Но там, ну, сразу было видно, что испанцы должны побеждать. Просто испанцы играли чуть более комбинированно, но, к сожалению, я не заметил у испанцев скорости. Вот, скорости они сегодня не показали. А немцы играли как-то более академически. Ну, в принципе, результат, который мы ожидали. Испания сегодня ничем не удивила. Даже некоторые игроки остались недовольны своей игрой. Это, в принципе, позиция Испании. Игру сегодня Испания показала вялую, особенно во втором тайме. Немцам большое спасибо. Они сыграют в матче за бронзу с итальянцами. Давай все-таки перейдем к основному матчу, который завершился пару секунд назад. Англия-Италия 6-4. Друзья, здесь было два супердоматических матча. Во-первых, первое, это то, что главы федерации Александр Петросян и Николай Гордеев поспорили на разницу плюс 4, если обыграет англичане, то там 10 тысяч рублей суперприз. И, в принципе, так и было. Игра сложилась драматично. Первый тайм был, в принципе, равный, потому что Италия поставила ближе автобус, а Англия играла первым номером. Но по моментам и на вкусовщину плюс 4, плюс 5 моментов было у Англии, но Италия сумела забить свое. Но, однако, что не стоит учитывать тот факт, точнее, стоит учитывать тот факт, что англичане в своих моментах немного пижонить начали. Да, это тоже был момент, и это был тот факт. Во втором тайме, я сказал, прежде всего, кризис у итальянцев, два защитника поломались, и Александру Петросяну не было из кого выбирать. Англия весь матч провела целостно, в одном темпе комбинированный футбол, быстрые стеночки, атаки. Англия сегодня провела очень хороший матч, но не знаю, как у тебя, Олег, у меня вот по матчу сегодня сложилось такое впечатление, что сегодня Англия провела финал. И мне интересно будет, сможет ли она еще один финал показать в понедельник. По игре, я уверен в этом. Ну вот, у меня такое ощущение, что чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, не догорели. Но финал получится суперский. Испания и Англия две, разноплановых команды по игре. Я думаю, что это событие пятилетнее. Сразу с тобой обратимся к болельщикам. Мы что запишем, не приезжайте, холодно. Нет, забейте на холод, приезжайте, это будет суперигра, это будут суперкоманды. Блин, я боюсь прогнозировать. Но сегодня, я верю в Англию. Все верят в Англию, кто-нибудь поверит в Испанию, но это мы все узнаем на поле. По полуфиналу, снова возвращаясь к Англии, Италии, был момент там 6-3, очень спорный, можно было пенальти ставить, на следующий момент 6-4, и бабах-бабах, все закрутилось. И судьба матча, судьба спора была. Это все будет в видеообзоре, давай заканчивать, правда холодно. Холодно, друзья, всех вас ждем в понедельник, это уже у нас будет 24 ноября, на стадионе Каид Стадиум, в 17, в 19.00, сыграют Германия и Италия матч за бронзу, в 20.30 суперфинал, всем большое спасибо. Все, до скорых встреч.